Добрый день, дорогие друзья! Это еще один намоточный станок, коих в интернете немного есть. Содержит шаговый двигатель, муфту, патрон для дрели, угловую пластину из оцинкованной стали толщиной 2 мм, прут 8 мм диаметром, еще один патрон для дрели, средние части с укладчиком провода, это ось Z от 3D принтера, и снова патрон для дрели, прутик 8 мм, и опять патрон для дрели. Управляется пультом управления, который соединен с шасси станка, небольшим, не очень толстым жгутом из проводов, при помощи 15 контактных разъемов с одной стороны, это на панели на шасси самого станка, и точно такой же разъем на задней стенке пульта управления. Запитана от блока питания ноутбука, 15 вольт, 4 ампера. По-моему, это ошибаюсь, если я не ошибаюсь. Ось Z принтера с укладчиком провода содержит натяжитель, собственно, сам, с пружинкой коромысла, и фрагмент стальной оцинкованной пластины толщиной 2 мм. Также содержит два концевых выключателя, а именно микрики. Это один из них, и вот второй. При срабатывании любого из них мы будем видеть на индикаторе надпись End Stop Era. Пульт управления содержит кнопку Emergency Stop, то есть нажатие ее приводит к появлению в четвертой строке надпись E-Stab. Если мы все исправили, что-то подровняли или решили отменить что-то и продолжить мотать, мы просто возвращаем кнопку в исходное состояние, и станок продолжает мотать. Давайте посмотрим, как это может работать. Клавиши на пульте управления выполнены в качестве клавиш использованы ПКМ-1Б. Это клавиатура ES18-40-41, а впоследствии, если кто-то помнит, утрирую, конечно, ZX Spectrum, многие помнят из вас. Много клавиш, которые содержат по две функции. Допустим, клавиши 1-3. Это перемещение укладчика влево или вправо, ровно столько по времени, сколько мы будем держать нажатой кнопкой. Допустим, клавиша 3 вправо. Смотрим. Укладчик ушел вправо. Клавиша 1. Это перемещение влево. Клавиши, допустим, 4 и 6. Это перемещение укладчика провода вправо или влево на один виток шагового винта. Здесь используется шаговый винт один виток, которого гарантирует нам перемещение укладчика на 8 мм. Далее, клавиши 2 и 8. Это вращение вала с закрепленным каркасом по часовой стрелке или против. Ну, например, цифра 2. Это вот так вращает. Это цифра 8. Вращает в обратную сторону. Все очень просто. Клавиши 7 и 9. Это уменьшить или добавить скорости при намотке. Клавиша DEL. Это очистка строки для ввода параметров, соответствующие 1, 2 или 3 на индикаторе. Либо возвращение к начальным условиям. То есть, выход из процесса намотки в любой момент, либо возврат к началу в процессе ввода всех параметров. Точка, в общем-то, десятичная точка, кнопка старт в виде спортсмена и 3 клавиши для редактирования параметров в соответствующих строках индикатора. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова